Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Жана в Турции онлайн. Сегодня 15 января. Несколько дней назад завершилась поисковая операция в районе Кемера. Турецкие спасатели обнаружили тело пропавшей 40-летней россиянки. Надежда прилетела 30 декабря и должна была вернуться в Киров 8 января. Однако из отеля она не выехала и на рейс не явилась. Последний раз ее видели 4 числа. Из отеля женщина в одиночестве отправилась на прогулку. Родные заявили о пропаже в полицию и российское консульство. К поискам подключили сотрудников Интерпола обеих стран. С 9 января спасатели прочесывали окрестности – тропы к горе Чалыш. Предполагалось, что туристка пошла в национальный парк Олимпас и дальше, где высота гор более 2000 метров. Вечером 11 января одна из поисковых групп обнаружила в лесу телефон Надежды, который кто-то специально выключил, так как после включения батарея оказалась заряженной наполовину. Она взяла его с собой на прогулку, а все документы и вещи оставила в номере отеля. Спасатели сосредоточились на участке, где нашли телефон. Поиски приостановили на ночь и возобновили на следующее утро. 12 января нашли тело женщины в 400 метрах от дороги. По словам волонтеров, которые помогали в поисках, этот участок уже проходили, но ничего не заметили. Возникло предположение, что в ситуации может быть замешан один из местных жителей – мужчина, который работает гидом и живет неподалеку. Он участвовал в поисках и якобы старательно уводил отряды именно от этого места. Рядом с телом без признаков насилия находилась сумочка с деньгами, две бутылки из-под спиртного, одна пустая, другая полная, и пустая упаковка снотворного. Такое же якобы было обнаружено в номере женщины. Возможно, ее убили, однако официального подтверждения этому нет. Сотрудники Генерального консульства России в Анталии сообщили, что обстоятельства гибели россиянки уточняются. Проводятся следственные мероприятия. Полицейские и сотрудники Интерпола рассматривают различные версии. Например, о несчастном случае. Прецедент был. В прошлом видео я рассказывала, что полтора года назад в районе горы Чалыш погиб 47-летний мужчина. Его тело нашли спустя 39 дней после исчезновения. Экспертиза установила, что россиянин сорвался в пропасть с 70-метровой высоты. Прорабатывают и версию об убийстве. По словам местных жителей, месяц назад на весь Кемер прогремела криминальная история. В начале декабря на одну из туристок напал мужчина. Она с мужем отправилась на гору Чалыш. Шла первая, супруг чуть позади с собакой. К женщине подошел мужчина, завел разговор, а потом стал толкать ее в кусты. Завязалась борьба. Нападавший повалил туристку на землю и начал душить. В этот момент на гору поднялся супруг с собакой. Мужчина бросился бежать, но выронил документы. Спустя три дня его задержали в Анталии. Им оказался 64-летний ранее судимый местный житель. Все эти факты уже известны, но я решила сделать это видео после массы негативных, злых и отвратительных комментариев под первым выпуском на эту тему. К сожалению, многие так озлоблены и слепы, что вместо широкого понимания ситуации лишь навешивают ярлыки, что подобные случаи происходят только с россиянками из-за их якобы вольного поведения. Поверьте мне, вы глубоко заблуждаетесь. Подобное может произойти вне зависимости от поведения и национальности. В Анталии уже больше двух недель ищут еще одну девушку. 18-летнюю Мерве Эльмас, студентку первого курса гастрономического факультета университета Ак-Денис. Она приехала в Анталию из Стамбула для получения образования. Последний раз девушку запечатлела камера в парке Дюден в районе Мурат-Паша. Поисковые работы продолжаются непрерывно. Командование береговой охраны, департамент полиции Анталии и группы морского реагирования проводят мероприятия с участием большого количества людей и техники у побережья парка Дюден. Отец Мерве приехал в Анталию и следит за ходом поисков. Информация о ее исчезновении активно распространяется в СМИ и соцсетях, но поиски пока не дали результатов. Однако семья, друзья и спасатели не теряют надежды. Точно так же, как и родные еще одной молодой девушки, которая исчезла больше года назад в Газипаше. 21-летняя Седа Улудак утром 24 ноября 2022 года ушла на урок вождения в автошколе, затем встретилась со своей подругой в кафе. Больше о ней ничего не известно. Маршрут девушки уточнили по камерам видеонаблюдения и сразу же начали поиск. Его проводили с суши, моря и воздуха в заливе, где в последний раз видели Седу. Но найти ее не удалось. Ничего вызывающего в поведении девушек не было и они не приехали на отдых в поисках приключений. Поэтому злорадствовать ни в каком случае не стоит. Люди пропадают во всех странах при разных обстоятельствах и постоянное безвыездное пребывание дома не является гарантией полной безопасности. Поэтому мышление «сидите дома, отдыхайте на родине и тогда ничего не случится» слишком примитивно. Ни с кем не знакомиться тоже глупо. Вся наша жизнь состоит из общения. И вот оно уже, конечно, должно быть осторожным. И очень хорошо, если бы все люди оставались людьми, а не злобными существами. Тогда и проблем в жизни было бы меньше. Я хочу выразить соболезнования родным надежды и пусть все, кто пропал, найдутся живыми и здоровыми. Берегите себя и до свидания, до следующего выпуска. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...